В центре внимания антитеррористическая операция в Сирии, в которую включились российские ВВС. Наше оборонное ведомство распространило новые кадры и пригласило представителей разных СМИ в командный центр, из которого, собственно, и управляют группировкой самолетов, задействованной в борьбе с ИГИЛ. Военные постарались быть максимально открытыми, насколько это возможно, в условиях активной фазы кампании. Так журналистам рассказали, какие именно машины участвовали в вылетах. Их за неполные сутки совершили больше двух десятков. Это Су-24М и Су-25. Было отмечено, что они недавно прошли модернизацию, получили самые современные системы прицеливания. На это особый упор. В Минобороны уже не раз подчеркивали, что удары российских сил точечные. В прессе продемонстрировали кадры с беспилотных аппаратов и подробно разъяснили, что именно было уничтожено. Так, в районе города Хомес удалось остановить настоящий конвейер смерти. Лагерь, где начиняли взрывчаткой автомобили и готовили тех, кто сядет за руль. По другим координатам располагались склады оружия, боевиков, заводы по изготовлению боеприпасов и командные пункты. Данами объективного контроля подтверждается полное уничтожение самолетами Су-24М командного пункта боевиков террористической группировки ИГИЛ в районе Эль-Латамна. Также ударами Су-24М уничтожены. Штаб управления террористическими формированиями этой же группировки и склад боеприпасов вблизи Тельбиса. В результате прямого попадания авиабомбы на складе сдетонировали боеприпасы, что привело к его полному уничтожению. В результате авиационного удара в тоннель и складские помещения мини-завода по изготовлению снарядов и бомб в районе южнее Эр-Арастана возник пожар, полностью уничтоживший данный объект. Ночью нанесены удары еще по четырем объектам исламского государства. Уничтожены штаб террористических формирований и склад боеприпасов в районе населенного пункта ИДРИП, а также трехуровневый укрепленный командный пункт боевиков в районе населенного пункта Хама. Прямым попаданием авиабомбы полностью уничтожен завод по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов в северне города Холмс. Именно на этом предприятии автомобили начинались взрывными устройствами и потом использовались для проведения террористических актов, в том числе смертниками. Хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось, тем более по зданиям, где могли или находились мирные жители. Еще один момент, который отметили в Минобороны. Все удары согласовываются с командованием сирийской армии. Для этого на территории российской базы даже развернули специальный штаб вооруженных сил Арабской Республики. Во всех действиях нашей авиации оповещают и других участников кампании против ИГИЛ по каналам совместного информационного центра в Багдаде.